всем привет друзья жду пока вы подключитесь меня зовут Оля Ермилова я человек который помогает другим людям изменить свою жизнь с помощью изменения своих мыслей и перезапустить эту жизнь в то русло в том состоянии в том направлении в котором вам хочется ну и в общем-то определиться с тем что вам хочется сегодня у нас будет с вами эфир который я обожаю проводить сегодня будет у нас классная тема которая называется как быть что делать когда тебя все достали мы будем говорить о состоянии разном о состоянии апатии о состоянии усталости о состоянии когда ты чувствуешь себя исчерпанным в некотором смысле возможно растерянным мы приходим в разные абсолютно состояния у каждого из нас есть своя глубина для кого-то абсолютная потерянность во всех сферах жизни для кого-то потерянность относительно в каком-то аспекте жизни что-то произошло либо это в работе что-то не получается не идет очень хочется что-то начать либо это личное отношение либо что-то произошедшее внутри тебя в общем-то по-разному у всех все это дело происходит и мы сегодня с вами будем затрагивать разные грани этого действия и самая ключевая наша цель и задача это прежде всего понять почему мы туда попадаем это знаете как вот когда на машине едешь и ничего не можешь понять почему там тебе все бибикуют а оказывается ты там едешь с какой-то включенной лампочка или с аварийкой вот и там все поэтому себя странно ведут вот всегда изначально важно выявить причиной своего вот этого залета почему-то у тебя что-то не то происходит потому что иногда нужно просто выключить аварийку и все пойдет в жизни окей да а мы очень часто любим страдать всю жизнь не понимая что просто мы надели ботинок а не на ту ногу да и вот мы все время ищем какое-то лекарство философствуем размышляем а надо просто снять ботинок и все и все нахрен блин будет нормально и второй момент это конечно же мы должны понять как нам перейти в другую другое измерение покупать себе правильные ботинки и перестать вот это страдать перестать попадать в эти энергетические ямы по-разному это можно называть потому что на самом-то деле не существует какой-то одной клинической причины по которой значит нам становится как-то не так поверьте мы люди мы изобретательные и что что а искать приключения на свою голову мы умеем и находить поводы пострадать мы тоже умеем причем у многих из нас прям в корни вшита вот эта программа в нашу корку головного мозга в подсознание наше пострадать и я замечаю что очень часто люди решая одну проблему тут же находят себе другую вот если вы например себе замечаете что большинство вашей жизни на каких-то страданиях основаны и как только вы решаете что-то одно вы тут же начинаете уже страдать по какому-то другому поводу а ну да с этим я разобрался но у меня же еще это есть это говорит о том что у вас есть такая программа внутренняя направленная настрадание скорее всего в детстве что-то в вашей жизни происходило вы в жили в некой модели где это было нормально где возможно вы знали что человек с проблемами это взрослый человек а человек у которого нету проблем например это ребенок а вы же хотели быть взрослым поэтому вы себе всегда подсознательно ищите какие-то проблемы страдания и вам кажется что в этом-то взрослая жизнь в общем-то и заключается и честно говоря я такое очень часто обнаруживаю особенно в личных отношениях женщины например часто считают что если страданий в отношениях нету то это как бы неправильные отношения начать за отношения без страданий всегда должны быть страдания или наоборот если в отношениях нету сорт ну что это за отношения в которых нету сорт надо все время что-то находить какие-то причины для сорт потому что иначе это какие-то скучные отношения в них непонятно что делать и вот как правило такие программы мы с вами притаскиваем как вот в детстве репехи помните колючки было такое в волосах вот погуляли поиграли еще побросали друг другу в голову и с таким кублом колючек приходили вот мы точно так же с вами с вот этим кублом всякого говнища из нашей значит и родительской там детской жизни из наших каких-то неосознанных моментов мы это все притаскиваем вас в свою взрослую жизнь и очень наслаждаемся тем что мы страдаем мы сегодня будем рассматривать всякие разные ситуации вы будете себя в них узнавать если у вас есть какие-то конкретные вопросы на эту тему вы можете тоже задавать будем их разбирать ну начнем с того что как я уже говорила удивительным образом для нас является признаком взрослости и состоятельности это каких-то проблем то есть у тебя нету проблем то ты какой-то блин маленький долбоеб ну простите ну типа ты маленькие не серьезные вот и взрослый у тебя у взрослого должны быть проблемы ты такой должен быть страдающий такой думающий такой еще какой-то там и вот мы значит обязательно поэтому стремимся на это направлять фокус вообще вы должны знать что вот если я сейчас вас попрошу с вашей комнате сказать что у вас розового цвета вы не узнаете но если вы сейчас начнете искать это глазами то вы что-то розовое обязательно обнаружите даже после эфира вы сегодня залезете увидите книжечку шнурочек какую-то хреньку футболочку мисочку что-то розовенькое да вы найдете то же самое у нас в жизни если мы с вами фокусируемся наша задача сфокусироваться на чем-то классно то есть мы это находим но если мы по природе своей привыкли фокусироваться на проблемах то мы однозначно эти проблемы а найдем бы если не найдем-то непременно создадим потому что нам это необходимо потому что у нас есть некая установка что взрослый человек это человек с с проблемами, потому что помните, как вот в детстве было интересно наблюдать за родителями, у которых проблемы, значит, там не то, что у тебя, у него вот настоящие проблемы, и вот ты, значит, там сопереживал. Второй очень важный момент, все проблемы и страдания – это то, что объединяет всех людей, а если это людей объединяет, то, соответственно, есть темки, о чём поговорить. Одно из главных таких страданий моих рерайтовцев, я автор марафона «Рерайтер жизни», и уже огромное количество людей, которые прошли мой марафон и меняют свою жизнь, изменили свою жизнь, находятся в процессе, одним из главных факторов вот этого перехода, рерайтовцы, кто есть, обязательно подтвердите, пожалуйста, если вы со мной согласны, является то, что когда ты начинаешь меняться, ты начинаешь видеть, о чём говорит твоё окружение, о чём оно думает, чем оно живёт, и тебе становится от этого страшно, потому что оказывается, что все эти люди находятся совершенно на низшем уровне общения, и все друг другу жалуются. То есть жалобы и страдания – это объединяющий фактор. И неосознанный человек, да, такие, как, например, наши родители многие, если вы им скажете «Мам, перестань жаловаться своим подружкам о своих проблемах, потому что ты будешь притягивать в свою жизнь ещё больше проблем», мама, конечно, может на вас кивнёт, может быть, скажет, что вы ненормальные, опять это секта и кошмар, но маму это испугает, потому что, во-первых, если она не будет жаловаться, то она выйдет из компании, это, как, знаете, все бухают, а ты нет, что тебе с ними делать, во-вторых, это неприлично не жаловаться, потому что, ну что, ты хвастаться, что ли будешь, будешь говорить, что у тебя всё хорошо в жизни, но ты же не хвастуха, в конце концов, тут людям плохо, ты тоже должна вспомнить, в чём тебе плохо, естественно, это же как бы, вот я помню со своей мамой все эти просто прекрасные разговоры, и когда мама на меня смотрела и говорила, ну что просто я, так как я живу, это, конечно, просто вообще страшно, что я выжила, ну это вообще не страшно, а странно, что я выжила, потому что так люди не живут, ну люди не хвастаются, люди друг другу сопереживают, а сопереживают, это значит бесконечно обсасывают проблемы друг друга и всё больше в них погружаются, это есть наша нормальная, реальная жизнь, так все живут, так принято, и чем больше ты жалуешься другому человеку, у нас конкурс, у кого хуже, мой пьёт, да и мой пьёт, я потеряла, да я тоже вспомнила, когда я тоже потеряла, и мне тоже было плохо, у меня нет денег, ты ты что, у меня вообще их не было никогда, вообще и не будет никогда, и вообще, у нас конкурс, у кого хуже, и вот во всём этом общении мы себя прекрасно чувствуем, потому что органическая среда, мы понимаем, что значит всё нормально, мы такие же, как все, а многие из нас как раз были при вот этой вот уравняловке, да, такой социалистической, когда мы все должны быть как все, у нас всё одинаковое, у нас значит всё поровну, и не дай бог у кого-то что-то будет лучше, хуже можно, лучше нельзя, и мы этим пропитаны, пропитаны, и мы даже об этом не думаем, и мы это не соображаем, точно так же, как вы вряд ли, когда утром просыпаетесь, радуетесь, что, блядь, у меня две руки есть, господи, какое счастье, две руки, две руки, два глаза видят, я могу ходить, я могу говорить, я сейчас у меня есть рот, я могу есть, у меня зубы есть, блин, офигенно, как круто, вообще, вы так не делаете, вы так сделали бы только при условии, если бы у вас, вы были слепы, а потом бы вы прозрели, в прямом смысле, вы бы радовали, что вы видите, или если у вас рука в гипсе, и вам гипс сняли, и вы ходите и радуетесь, бляха, могу рукой трогать, поднимать, значит, всё могу, да, вот в этом случае мы радуемся, но поскольку это все наши программы по умолчанию, то мы же им вообще не радуемся, это как бы нормальненько, и вот у нас в жизни точно так же, у нас эти программы стоят по умолчанию, страдать, находить причины, значит, в чём у тебя плохо, жить в плохом состоянии, с вечно всем ноющим, страдающим и переживающим, и поэтому, конечно же, мы, это наша органическая среда, что называется, у нас не страдать, это странно, когда тебе задают вопрос, как у тебя дела, и тебе отвечают, блин, очень круто, мы типа такие выпячиваем глаза, в смысле очень круто, как это очень круто, ну, во-первых, это что, неприлично, ты что, хвастаешься, во-вторых, а что же у тебя такого очень крутого произошло, да, и мы обязательно встретимся с каким-то другом, если мы находимся на ступени неосознанных людей, обязательно обсудим этого странного товарища, у которого всё хорошо, он хватится, ну, подожди, подожди, сейчас ему опять скоро станет плохо, и тогда он к нам прибежит, а сейчас пусть пока бегает, хорошо ему, видите ли, то есть у нас ещё этот момент и осуждается, поэтому первое, что я вам хочу сказать, что состояние негатива, состояние проблем, депрессии, это наша такая опция, которая в нас живёт, мы видели, что так живут наши родители, так живёт наше окружение, так живёт огромное количество людей, и это, в принципе, есть норм, это не норм, но мы считаем это за норму, и поэтому первое, что вы должны осознать, что если вы планируете перейти в разряд осознанных людей, а разряд осознанных людей, это людей думающих, это не каких-то супер классных людей, это осознанные люди, это не особенная порода людей, у которых три глаза, или у них, у всех растёт член на груди, нет, нету, я проверяла всех, ни у кого члена на груди нету, клянусь, но это люди, которые пытаются, вот пытаются думать и задавать себе вопросы, что происходит, почему я это чувствую, почему я вдруг ищу этот негатив, почему эти люди всё время думают о плохом, а если я буду думать, экспериментаторы, люди, которым мне всё равно, вот давайте назовём так, осознанный человек, который хотя бы пытается понять, что с ним происходит, что он родился, что у него такие руки, ноги, как он, ну вот какие-то разные штуки с ним происходят, поэтому, раз уж мы пытаемся с вами перебраться в разряд осознанных людей, давайте будем задавать себе вот эти всякие разные вопросы, ну и первый вопрос, который я хочу, чтобы вы себе задали, это вопрос по поводу выгоды, да, что мне вообще в этой жизни выгодно, вот смотрите, есть такой очень простой закон притяжения, вы, наверное, о нём где-то когда-то в школе всё-таки послушивали, ну то есть мы знаем, что там есть закон притяжения земли, да, я купила новый сахарок, кстати, вот если вот он падает, то закон притяжения, с нашими мыслями такая же, друзья, история, если мы с вами начинаем думать о чём-то хорошем и радуемся, травинки, икринки, хуинки, чему угодно, мы, у нас хорошее настроение и состояние, в состоянии хорошего настроения, в состоянии хороших, так называемых, повышенных энергетических радостных вибраций, мы в свою жизнь притягиваем всё хорошее и обращаем внимание на всё хорошее, как правило, когда мы в хорошем расположении духа, и кто-то нам говорит, ты козёл, мы просто смеёмся, ну потому что просто нам как-то вообще всё равно, что он говорит, нам-то сейчас хорошо, и это состояние крайне для нас выгодно, когда мы находимся в состоянии угнетённом, неважно по какой причине, просто нам грустно, мы сегодня проснулись и поняли, что, блядь, жизнь наша не удалась, как-то у нас всё плохо, он мне не позвонил, она меня не любит, он меня не поддерживает, учительница сегодня сказала мне, что у меня большой нос, мне что-то там, вот, неважно, вообще не имеет значения, или вы расстроились за кого-то очень сильно, новость посмотрели и, короче говоря, вот, правильно девочка, вот, и вы сильно расстроились, не имея значения, вы начинаете в свою жизнь притягивать всё плохое, запомните эту простую штуку, а теперь всякий раз, когда в вашу голову заходит мысль, хорошая или плохая, а лучше плохая, точнее, лучше, когда заходит хорошая, но когда заходит плохая, задавайте себе вопрос, мне сейчас выгодно реагировать на это негативом, мне сейчас выгодно по этому поводу расстраиваться, вы скажете, я же сейчас буду эгоистом, да, прикиньте, вы будете эгоистом, какая новость, вы будете эгоистом, и это, друзья, охуенненько, я сегодня буду, как в платочке Баба Глаша, говорить окоть и акоть, так вот, это охуенненько, потому что, если вы будете эгоистом, то вы будете делать всё, чтобы вам было хорошо, например, у меня очень выгодно, смотрите, когда у меня ПМС или какие-то другие три буквы, которые зашли в мою голову, и, например, у меня плохое настроение, да, вот у меня денёк не задался, садится моя дочка после тренировки в машинах, говорит, мама, поехали в Макдональдс, я говорю, знаешь что, нахер иди, вообще, какой Макдональдс, ты сколько жрать будешь уже, у меня же плохое настроение, я должна обязательно на неё выплеснуться, я же эгоист, я думаю про себя, у меня плохое настроение, я прихожу домой, под мою раздачу попадает муж, который не то сделал, не так сделал, не туда сделал, мои друзья, мой кот, который, зараза, почему-то мяукает, а он, наверное, хрюкать должен, я не знаю, ну что он мяукает, да, вот помните, как мы говорим, ну что ты мяучишь, что ты мяучишь, тебе плохо, и всё, тебя начинает, значит, штырить, и что, и что происходит, и происходит то, что всем вокруг плохо, поэтому, если я эгоистка и хочу, чтобы мне было хорошо, то как будет моим близким людям, конечно, тоже хорошо, потому что мне же хорошо, значит, можно поехать, да, конечно, поехали, можно сделать, да, конечно, можно, а давай, а давай, у меня прекрасное настроение, поэтому, если вы пытаетесь, ваш вот этот вот обманщик, живущий в голове, пытается сказать, тебе не должно быть хорошо, это же как будет другим людям, другим людям будет хорошо, плохо будет только тем людям, которые вас не любят, или людям, которые, что бы вы ни делали, всё равно будет плохо, часто это наши родители, которые, у тебя всё плохо, давай вместе пострадаем, у тебя всё хорошо, ты рано радуешься, этому нельзя радоваться, а что, если будет плохо, ты собрался уволиться, идти на новую работу, а если там будет плохая работа, боже, мама, а если меня убьёт сейчас от разряда твоего негатива, ты никогда об этом не думала, мамуля, никогда не было таких мыслей, если я сейчас лопну, у меня лопнет весь силикон в моём мозге, что будет со мной тогда? Соответственно, вы должны осознавать, что вам выгодно во всех аспектах мыслить не то чтобы позитивно, вот знаете, позитивно мыслить, воспринимать всё через очки хорошего, вот представьте себе, что у вас есть две пары очков, одни очки, в которых всё говно, вообще что не происходит, денег вам дали, о боже, а если эти деньги теперь вас убьют, если вас из-за них теперь изнасилуют, убьют, украдут, придут, перестреляют весь ваш дом с жильцами, чтобы найти вас с деньгами, то же не нужны вам эти деньги, что там ещё с вами хорошего, платье себе дорогое купили, а представляете, вы возьмёте, придёте на вечеринку, а какая-то курва будет проходить, и на вас, короче, перельют какое-то вино, которое никогда не отстирается, и вот вы будете три месяца работать и страдать, вспоминая, сколько денег вы отдали платье, то есть если у нас с вами надеты вот эти серенькие очечи, то это пипец, потому что в любой абсолютной ситуации вы найдёте говнишко, и вы должны знать, что когда вы видите, что люди каким-то странным образом реагируют на то, что вам хорошо и находят в этом плохо, вы просто должны понимать, что это люди носители вот этих сереньких очишек, всё, вы просто должны понимать это, рассказывать им про эти очки, объяснять, что они какие-то, это ваше личное дело, просто проходите мимо, но если вы надеваете другие очки, в которых вы находите для себя то, что вам будет сейчас хорошо, уволили с работы, да заебись, вас уже давно эта работа достала, вы же знаете, что вы хотели давным-давно что-то попробовать, то, что вам сейчас страшно, ну, знаете ли, вы живой человек, было бы странно, чтобы вам ещё и страшно не было, вы что, вообще какой-то там, тогда бы вы были не совсем здоровым, страх это нормальный инстинкт, который позволяет нам самосохраняться, который нас куда-то двигает, который нас от чего-то оберегает, и так далее, страх это нормально, если человек без страха, это болезнь такая, поэтому, ну, вы же хотели изменить работу, вы же хотели что-то сделать новое, вот, наконец-то, вам позволили, вас сбросил мужик, или, неважно, умер, что угодно случилось, ну, замечательно, ну, хорошо, ну, жалко, конечно, если умер, печалька, конечно, потому что похороны, все эти дела, ну, затратненько, черный юмор мой, главный юмор, ну, давайте без смерти, ну, просто бросил, ну, просто ушел, ну, нашел другую, или другого, или передумал, или, блин, не знаю, у него что-то началось, замечательно, у вас появляется возможность вернуть бабочки в животе, носорогов в голове, у вас появляется возможность найти себе новые отношения, неужели вы думаете, что среди вот этого миллиарда мужиков, которые есть на земле, ни одного нормальненького вашего нету, лучше, чем того, конечно, тот был классненький, привычненький, да, с ним уже можно было поругаться, поспать там, еще что-нибудь удобненький был, ну, может, бил, может, не любил, может быть, с ним было скучно, ну, в конце концов, ну, и хер с ним, скажите себе, хер с ним, а я найду себе другой хер, может быть, получше, то есть, не воспринимайте жизнь, как что-то такое, знаете, нерешаемое, вернитесь, отмотайте свою жизнь, там, на 10 лет назад, ну, в зависимости от того, сколько жил, попытайтесь вспомнить своего второго, четвертого, восьмого бойфренда, из-за которого вы там дохли, помните, рыдали, блин, не знаю, вены резали, я такие вообще писала стихи, просто душа моя рвется на части, возьми меня прямо сейчас, твоя я в любви, вся в страсти, ну, трахни меня, пидорас, и что? И не помню ни имени, ничего, вот иногда бывает, идешь по улице, и кто-то на тебя смотрит так, иногда даже говорит, привет, а ты вообще не понимаешь, это он просто привет говорит, или у тебя с ним когда-то что-то было, или у вас была любовь, не помнишь, вообще твой мозг это стер, а возможно, ты когда-то рыдала по нему реально, возможно, ты думала, что все, твоя жизнь остановлена, просто на паузе, просто никогда в жизни больше не будет такой любви, а потом раз, и, короче, все, опять любовь случилась, да, и опять счастье, и опять заебиська, как все круто, я хочу, чтобы вы понимали, что первое, что нужно осознать, это то, что к жизни надо относиться легче, вот легче, вот то, что сегодня кажется пиздецом, завтра кажется классным концом, вот сегодня вот все, любовь до гроба, а завтра опять хорошо, это не значит, конечно, что, знаете, на все надо что-то класть, но это означает, что вот это включать, я не могу дышать, я сейчас умру, моя жизнь это капец, у меня депрессия, да, я вас умоляю, ну, какая депрессия в жопу, ну, какая депрессия, скажите мне, пожалуйста, ну, что вообще такое депрессия, вам не лень в этой депрессии быть, я когда себе говорю слово у меня депрессия, минуту через три меня начинает типать, я понимаю, что депрессия отложена на неопределенное количество времени, точно так же, как и мой отпуск, страдания же разные бывают, не только по любви, господи, сколько я работаю, боже, это же невыносимо, все люди как люди, а я опять работаю, ну, что ты будешь делать, если ты не будешь работать, работа это что, это кайф, это удовольствие, ты развиваешься, тебе деньги дают, ты их тратишь, ты кому-то нужен вообще, в конце концов, вы знаете, бывает так, с мужиком поссоришься со своим, и думаешь, что пидорас, блин, какой-то, жизнь пидорастическая, и тут вдруг девочка тебе пишет сообщение, спасибо вам, Оля, и ты думаешь, господи, да вообще, хш, идите гуляйте, я тут кому-то нужен, вообще, себе нужен, в конце концов, кот подойдет, полежется, понимаете, вот это наше восприятие жизни, почему-то драматическое, я не знаю, как вы, я, например, в 7-6 лет, очень сильно играла в драму, я слушала какую-то музыку, Татьяну Буланову, и понимала, что это там, это он меня не любит, он меня бросил, и в 6 лет, я прямо ощущала, эту женскую, невыносимую боль, утраты, и представляла себе, что когда-то, когда я вырасту, и он меня бросит, я буду слушать эту песню, курить, я никогда не курила, правда, за всю жизнь, но мама моя не курила, но я думаю, что курить, это тоже по-взрослому, и буду курить, возможно, выпивать в этот момент, и чувствовать, что, блин, я сяду в кабриолет, и, сука, уеду куда-нибудь, и вот если вспомнишь, что ты меня забудь, а вернешься, меня здесь нет, а я сяду в кабриолет, в 6-7 лет я это пережила, когда мне исполнилось чуть больше, как сейчас, я поняла, что в кабриолет-то я сяду, но пиздовать будет кто-то другой, я-то точно останусь в своей жизни, и точно у меня все будет заебиська, потому что, если что, всегда я с этим разберусь, и то же самое с работой, и со всем остальным, как круто, что я делаю дело, которое мне нравится, как круто, что люди мне платят за это деньги, как круто, что я чувствую, что я кому-то нужна, как круто, что я вообще могу не думать, идти мне на работу или не идти, потому что мне даже ходить на нее не надо, потому что кто-то придумал интернет, и вообще большинство из вас сейчас что-то продает, у вас даже нету магазинов, понимаете, и вы чудненько себя чухаете, потому что вы выставили все в инстаграмчик, выставили три поста, в перерыве, я не знаю, там потрахались со своим любимым, что-нибудь там закутили, закурили, сходили на новую почту, отправили, очень часто даже не имеете товара дома, и у вас все классно в жизни, но мы такие, нет, депрессия, депрессия, в жизни не хватает драмы, да, драмы, драмы, вот эта драма, мне всегда вот это было интересно, откуда же это вот дозавнище набиралось-то, откуда же вот это желание у 6-7-летней девочки, значит, жестко страдать, вот совершенно непонятно, но опять-таки нас таким образом воспитывали, как с этим бороться, да, что с этим делать, ну, во-первых, нужно понимать, что это клиника, да, то есть это клиника, которая пришла к нам от наших родителей, Советского Союза, откуда-то, ну, было что-то очень мощно, выгодно страдать, вы себя спрашиваете, ну, хорошо, ну, ладно, они страдали, у них не было интернета, у них даже не было Егора Крида, была только Таня Буланова, я бы тоже страдала, кассеты, были кассеты, они зажевывали пленку, это тоже было страдание, потому что надо было на карандаше это дело размотать, много поводов было для страданий, они мало что знали о сексе, у них не было Юлии Гайверонской, и никто не продавал лубриканты и прочие секс-игрушки, не было порно, ну, оно так начиналось, там где-то в Германии, мы все видеокассетки подсматривали, по чуть-чуть, но, короче, много чего не было, они страдали, это понятно, нам-то что страдает, ну, нам-то что страдает, вот что страдает, вот понимаете, вот я вам сейчас показываю такой очень нестандартный подход к осознанности, да, ну, типа можно сказать, Оля, о чем ты говоришь, но это вам еще один подход к осознанности, потому что если я сейчас буду вести осознанность через медитации, йоги, все, вам это обязательно расскажу и покажу, но мне же надо показать, что осознанность, это в принципе элементарно, элементарно, Ватсан, да, все считают, когда я людям говорю о том, что там изменение мышления, значит, там, энергетические вибрации Земли, многие начинают зевать от ужаса, говорить, господи, ну это вообще так нудно, ну вообще, Оля, никогда бы в жизни не сказала, что вы о таких вещах можете рассказывать, я говорю, если бы вы слышали, как я о таких вещах могу рассказывать, вы бы никогда в жизни вообще не смотрели бы ни на кого другого, вот правда бы, вот просто, свой кошелек бы Apple Pay, привязали бы нахрен только к моей карте, сразу бы мне деньги отдали и жили бы со мной, если бы вы об этом знали, ну вот теперь есть у кого-то счастье об этом узнать, вы должны осознавать, ребята, очень простые вещи, что держать себя в хорошем состоянии, это easy, easy, вспомним, что когда-то я учила английский, это easy, ребята, значит, это легко, просто для этого нужно научиться задавать себе вопросы, один из которых, зачем я страдаю, что хорошего я в этом нахожу, почему я считаю, что эта ситуация является поводом для таких великих страданий, да еще и дольше, чем пять минут, я переживаю в своей жизни очень много различных этапов, и все эти этапы, я на них сейчас смотрю, как на трансформационные, мне нравится это слово, трансформационные, это знаете, как некий подъем по лестнице, я представляю свою жизнь, как подъем по лестнице, да, там иногда эскалатор, вот если вы летаете в аэропортах, то вы знаете, что есть такие эти лестнички бегущие, да, там не лестнички, а пол, едущий пол эскалатора, вы так быстрее идете, такая беговая дорожка, идущая дорожка, а есть там, где вы обычно проходите, вот у меня я представляю свою жизнь, как эскалатор с лестницами, почему с лестницами, потому что где-то я еду, а где-то нужно идти, и когда ты идёшь наверх, ты напрягаешь булки и прокачиваешься, да, то есть ты не просто идёшь, ты делаешь себя лучше, делаешь себя лучше, и когда в моей жизни происходит вот эта ситуация лучше, я называю это трансформацией, да, я понимаю, что мне периодически нужно идти вверх, и чем больше я иду, в принципе, тем лучше, и за ту дорожку по тому пути, где я поднимаюсь, я должна что-то переосмыслить, не просто тупо идти, да, потому что если я буду тупо идти, то я могу, в принципе, работать грузчиком, могу носить людям, которые что-то осмысляют, могу носить им шмотки, ну, это такое тупое действие, да, то есть как механическое, но я стараюсь в этот момент осознать, почему я сейчас сюда иду, почему у меня столько лестниц, почему мне сейчас сложно или легко идти, если мне сильно легко идти, значит, я понимаю, что в чём-то я уже прокачалась и усвоила урок, то есть это возможность подумать, любая ситуация, которая происходит в моей жизни, я сегодня научилась её принимать по ощущениям, первый вопрос, который себе важно задать, что я чувствую, вот бывает, знаете, сложно и ты чувствуешь себя очень тяжело, но вот прям внутри, тогда важно задать себе вопрос, почему так тяжело, почему, потому что бывает, что ты что-то делаешь, что чего-то не хочешь делать, не готов делать, окей, я не хочу этого делать, а почему, а почему, всегда задавайте себе вопросы, раскачивайте себя на этих вопросах, это на самом деле очень легко, Когда вы начинаете прикрываться непростым моментом Не хочу или мне плохо А задавайте, почему мне плохо А мне плохо, потому что меня бросил парень в синей футболке Окей, а почему мне на самом деле плохо Я его любила, нет, о, интересненько А почему мне тогда плохо, что он меня бросил Да потому что, сука, как он мог меня вообще бросить Меня никто никогда не бросает Ага, меня никто не бросает, а он меня бросил Меня это задело А почему меня это задело зачем мне парень, который мне не нужен, откуда у меня эта проблема? Да потому что папа когда-то бросил маму, и нельзя было ему бросать. А почему нельзя было папе бросать маму? Потому что он меня бросил. А кто тебе сказал, что папа, бросая маму, бросил тебя? Мама мне сказала. И вот, понимаете, мы очень часто, докапываясь до проблемы, понимаем, что проблема вообще не в парне, который нас бросил, а проблема в том, что я чувствую себя нелюбимой, никогда не чувствовала себя любимой, например. и это уже показатель того над чем нужно работать мне нужно почувствовать себя любимой мне нужно вернуться к этому состоянию и это уже работа это уже понимание что нужно решать мы чаще всего хватаемся за верхушку айсберга до какого-то видимого и не желаем ковыряться внизу а проблема когда мы ее решаем на уровне на котором она возникла сверху автоматически исчезает исчезает понимаете но это и есть это самая осознанность и для того чтобы до этого докопаться нам нужно лучше всего попасть какое-то сообщество вот этих осознанных людей которые что-то делают это как со спортом да ты например смотришь на себя и думаешь мне надо пресс покачать и по большому счету и руки покачать и жопу покачать как мне это сделать ты вот так уходишь годами как мне это сделать и потом и не знаешь какое же тебе лучше упражнение подойдет конкретно для твоего пресса у тебя же естественно какой-то супер частный случай это все одинаковые а ты-то нет и вот ты попадаешь когда-то в на спортивные тренировки на какие-то и начинаешь тренироваться и попадаешь в среду этих людей и начинаешь в этом всем находиться и в результате сам не понимая того ты начинаешь находить и правильные упражнения и приходить правильную форму тебя делает среда так вот среда определяет направление куда мы будем двигаться если мы находимся в среде в которой все страдают у которых уровень проблем это получили ли они зарплату размером 3000 гривен или не получили то это та среда в которой мы будем вариться и ничего у нас не получится если у нас есть желание повариться в каких-то других задачах да там достигаторских там не знаю открыть бизнес значит нам нужно сообщество людей которые делают бизнес какой-то маленький бизнес-клуб какие-то люди которые встречаются между собой о чем-то таком говорят на одном языке да то есть вам с ними понятно если вам нужна история про рост и проосознанность вы приходите в рерайтер жизни потому что там находятся люди которые приходят с точно таким же запросам точно также ничего изначально не соображая кто-то больше кто-то меньше у кого-то есть какой-то опыт у какого-то у кого-то нету но у всех есть желание разобраться с этим и поменять свою жизнь вы же когда хотите выучить английский язык вы же не идете в школу по кунилингусу правда такие типа или когда вы хотите научиться решаете принимаете решение что вы хотите что-то в сексе изменить вы же не идете на курсы актерского мастерства но вот у нас почему-то сейчас еще до сих пор не находится в культуре что если я хочу понять что такое осознанность и научиться себя разбирать если я хочу научиться понимать каким образом я вообще творю свою жизнь ведь я же ее творю ведь вы же каждый день свою жизнь делаете но вы этого не знаете да не понимаете как вы ее готовите вы кулинары которые вот у которых как-то все наугад вот вы совершенно не соображаете как это делать помните как с телефонами часто я не знаю как вы я вот беру там что-то пальцами тыкую мыкую и тут вдруг решаю загуглить значит как там сделать что-то и вот ты читаешь три минуты и потом еще да и какие три минуты читаешь 30 секунд потом минут учишься это делать и у тебя эврика ты вдруг понимаешь что мать твою то вообще на чем ты парился то что ты вообще не понимал как делать оказывается это делать просто элементарно но нужно было чтобы тебе кто-то эту схему дал показал один раз и все и все это теперь умеешь так делать с ума сойти вот собственно такая же история и с нашей осознанностью и это удивительно потому что для многих людей в голове настолько большой страх научиться понимать себя и получили понимать свою реальность что люди говорят о нет это сложно а это я не йог при чем тут йог вообще это вот просто такая знаете наша безграмотность абсолютно и люди которые все время берет я хочу лучшей жизни и говоришь на что ты хочешь я хочу лучшей жизни но понимаете у меня тут проблемы у меня тут а меня тут никто не понимает у меня тут этот гандон этот козел этот ты говоришь подожди я тебе дам первую рекомендацию давай сначала это не системно хаотично ты не должен так говорить что я должен врать мне ты не должен врать не ность у меня все плохо тупо мне говорит что у меня все хорошо и все и погнал человек и погнал человек понимаете и вот нежелание разбираться в этом вопросе в итоге приводит вас к тому что вы всю жизнь ездите на самокате вот но неправильно но медленно везете самокат рядом и идете рядом с ними думаете что вы ездите на самокате хотя вы просто катаете самокат вот и не хотите с этим вопросом не как разбираться не по какому аспекту но сознание дает господь ну это ваша версия вот и живите с этой версии вот сидите ждите пока господь выйдет и даст вам осознание вот благословит вас вы знаете я не отрицаю никакой веры и ни в коем случае не богохульствую ничего но я могу сказать так что каждый из нас управляет своей реальностью вот просто поверьте мне и к большому сожалению если бы была такая небесная канцелярия в которой был за каждым из нас следили за вот этим бесконечным миллиардом людей которые живет на земле и каждого бы назначить там выписывали что нам нужно делать мне эта версия очень сильно нравится но поверьте вам господь бог вселенная аллах или как вы назовете еще эту высшую силу дала мозг мозг вам дала понимаете и вот этого она вам дала а вы сидите еще и осознание ждете когда нам даст она вам мозг дала так думайте им они будьте рептилией и не держите его где-то в стороне засаливая его и ожидая что теперь нам еще что-то дала нам дала мозг чтобы этим мозгом научились думать у нее же не было у вселенной или у господа бога не было блин мысли о том что мы самые разумные создания на земле не додумаемся что делать со своим мозгом а будем и дальше сидеть и ждать пока нам что-нибудь дадут понимаете вот сидим и ждем бесконечно покаяние подаяние и чего-то еще а как насчет того чтобы думать о том чего вы хотите как насчет того чтобы созидать эти мысли как насчет того чтобы двигаться в этом направлении они вечно ныть и ждать что вам кто-то даст и жаловаться на то что вы вот все остальные другие люди осуждать остальные люди они в церковь как зайдешь если вот у меня был такой опыт после которого перестала ходить церковь когда ты не так крестишься не так молишься не то делаешь не в пришел не так одет да неужели вы думаете что вот правда для того чтобы я могла соединиться с высшей силой мне нужно выбирать какие трусы надеть юбку или штаны где именно стать и каким образом значит куда-то поклониться неужели в этом все дело в этом вся магия и все чудеса вот собственно и все поэтому вам дала такой мозг учительстве тренинги ну еще раз говорю ваша версия я ее принимаю и тем не менее высказываю свою каждый из нас имеет право да это дело давайте с вами все-таки чуть-чуть вернемся от господа бога дали еще от чего-то я из тех людей которые изучают то каким образом наша энергия наши мысли а наши мысли имеют энергетическую вибрацию по сути не так важно что мы думаем как то что мы чувствуем при этом да часто мне говорят вот вы говорите матерные слова не считаете ли вы что они плохо влияют на ауру я говорю всегда так если у вас трагедии вы кричите и вам плохо туда плохо но если вы кричите эти слова во время оргазма потому что вам хорошо то поверьте ваша энергетическая вибрация точно будет хорошая поэтому вопрос не в том что мы говорим а в то что мы вкладываем то что мы при этом чувствуем и излучая и очень часто люди такие страдающие которые всегда говорят знаете да нет я говорю обо всем хорошим просто вряд ли такая черепаха тортила умирающая на дне озера вот самый главный момент это то что мы ощущаем наши ощущения являются ключевыми и наша с вами задача понимать что у нас есть такое внутреннее да можно назвать это душой можно назвать это интуиции неважно у нас есть наши внутренние ощущения которые по сути являются самым ключевым показателем не показатель и является для нас навигатором именно наши ощущения давайте назовем это интуицией голосом души и показывают в правильном или неправильном направлении мы с вами двигаемся у нас с вами есть два таких ключевых момента не знаю как это происходить инструмент два ключевых инструмента на которые мы с вами опираемся при принятии каких-то решений первое это наш сознательный разум да когда нам говорят думай своей головой мы думаем своей головой рациональное мышление когда мы делаем выводы исходя из рациональных фактов то есть это плохо так нельзя но у нас есть еще наше интуитивное мышление голос нашей души который говорит нам ты должен сделать так и это всегда очень странно и очень часто когда мы понимаем разумом что мы например причиняем кому-то больше так делать неправильно что это может что-то неважно разрушить делать плохо мы интуитивно ощущаем что мне это необходимо это хорошо что же делать я для себя осознала что слушать надо всегда не голос разума а голос души но для того чтобы услышать голос души необходимо научиться его слышать и развивать это потому что дело в том что вокруг нас огромное количество все время информации до шума информационного это и наши близкие наши собственные мысли телевизор чужие мнения со средств массовой информации общепринятые нормы очень много всего и помните как сложно иногда бывает когда ты чего-то хочешь заявить об этом вслух потому что ты например уверен что все тебе скажут что так делать не нужно а внутренне ты понимаешь что делать нужно так и мы очень часто идем на попятные мы делаем то как нам говорят являясь послушными и затем об этом начинаем сожалеть я для себя осознала очень простую вещь что первое для того чтобы мы могли на самом деле слышать свой голос часто спрашивает как отличить интуицию от того что ты сам себе это придумал когда мы делаем с вами медитации когда мы с вами учимся размышлять когда мы учимся сосредотачиваться на своих мыслях ощущениях контролируем это например я почувствовала сейчас что надо так сделать и сделала прошло время я убедилась в том что я сделала правильно значит я понимаю что моя интуиция работает правильно и чем больше я начинаю обращать на это внимание и замечать как работает моя интуиция тем больше растет моё доверие к ней так вот я например регулярно развивая свою интуицию свой внутренний голос сегодня достаточно безошибочно могу в любой ситуации когда у меня звонит телефон или там неважно что происходит я интуитивно чувствую либо опасность я понимаю что что-то сейчас происходит опасная для меня либо я понимаю что все происходит хорошо начиная от потери сумки которую я теряю и я чувствую либо опасность либо сумка найдется либо понимаю что она не найдется и это касается огромное огромного количества ситуаций и для того чтобы вы могли свой внутренний голос слышать вам необходимо это развивать мы этим занимаемся начинаем на марафоне рерайтер жизни мы рационально понимаем как это работает уже в клубе в которой попадают выпускники рерайтера жизни мы занимаемся ментальными практиками и учимся развивать с помощью ментальных упражнений свою интуицию слышать свой внутренний голос вообще это очень помогает во всех ситуациях потому что когда ты слышишь свой внутренний голос ты способен и договариваться с кем-то на ментальном уровне общаясь мысленно когда человек говорит тебе нет а потом спустя день звонит и говорит тебе да и а ты просто пообщался с ним на ментальном уровне нелогично нерационально что так должно быть а то как ты чувствуешь я смотрю вас там плотные общения даже не смотрю сейчас чтобы не выбиваться поэтому свою интуицию непременно нужно развивать и прокачивать это тот инструмент который нам до которому мы с вами с помощью которого мы с вами можем получать в жизни абсолютно все и с помощью которого часто говорят там гадалки сходить вам вам не нужна не понадобится никакая гадалка если вы будете работать через свою интуицию и в этом случае все ваши жизненные изменения а чаще всего в стресс нас уводят именно какие-то изменения когда в нашей жизни происходит то к чему мы не готовы то что у нас не запланировано или то о чем мы не знаем да то есть мы не понимаем что должно произойти то есть не понимаем как этого сделать вот этот наш внутренний голос он на самом деле нас и ведет и дает нам ответы я очень часто делаю элементарные упражнения поскольку моя интуиция развита закрываю глаза задаю вопрос себе и слушаю свой внутренний голос иногда бывает я что-то слышу прям вот какой-то ответ мне приходит иногда бывает что я открываю глаза еду в машине включая радио или общаюсь с кем-то кто-то вдруг звонит и я слышу ответ я слышу ответ на тот вопрос который я задала я понимаю что это ответ на данный вопрос и вот именно это этот голос и дает в результате состояние бесстрашие потому что это знаете вот мы помните я только что сказала очень любим какие-то гадания и людям когда им что-то погадали ну вопрос в том что гадают обычно что-то плохое да для того чтобы потом человеку почистить его порчу или что-то еще это уже маркетинг но почему мы в принципе любим гадания нам очень нравится определенность нам очень хочется чтобы кто-то нам сказал как будет чтобы снять себя ответственность не принимать никаких решений и вот я вам хочу сказать что внутренний голос как раз снимает с нас ответственность потому что он дает ответ когда ты изнутри чувствуешь как тебе нужно поступить то в моменты когда раньше например тебя ставили перед выбором и ты в ужасе был на тебя накатывала истерика ты страшно боялся но когда ты в этот момент чувствуешь уверенность и понимаешь что нужно делать так ты не можешь объяснить рационально рационально нельзя объяснить рационально ты делаешь глупо но внутренне ты слышишь как надо делать у тебя уходит лишняя паника у тебя уходит истерика и к тебе приходит уверенность в твоих действиях и это мега-мега-мега важно завтра у меня будет мастер-класс я хочу сказать о нем несколько слов потому что завтра будет очень крутой платный прям очень дорогой 5 долларов стоит будет мастер-класс которым я буду рассказывать о том каким образом в моей жизни произошли серьезные трансформационные моменты и каким образом я перешла из одного жизненного этапа в другой я называю это выходом из тюрьмы внутренней когда я запретила себе огромное количество вещей ссылаясь на некие рамки установки которые существуют в обществе которые я сама для себя установила как женщина как мать как жена как человек бизнеса как личность и которые в результате привели меня очень серьезным переосмыслением и желанию выйти из этой тюрьмы в которую я сама себя и заперла и на основе этого опыта завтра будет серьезный мастер-класс потому что я знаю что огромное количество людей женщин в частности да и мужчин попадают в ситуации когда так много рама к себе ставят так много нельзя уже не в твоем возрасте уже не в твоем статусе так ты уже не должен мы сами того не понимая закрываем себя в маленькую клетку лишая при этом эмоции необходимых нам лишая при этом радости себя лишая при этом того чем мы обладали раньше не существует такого возраста в котором должно что-то закончится но очень часто я очень часто говорила о том что как жаль что мне больше не будет 15 и я больше не смогу так так жаль что мне больше не будет 20 и я не смогу так сейчас я могу точно сказать на данный момент времени да мне сейчас 38 что нету ничего такого что я бы сейчас не могла вернуть в свою жизнь вопрос главный что я хочу почему мне это нужно это мое желание истинная или это просто моя внутренняя истерика ребенка капризного да и каким образом вернуть это в свою жизнь не разрушив ее потому что каждый из нас обладает ценностью обладает богатством полученным в течение своего жизненного опыта отстроенными отношениями отстроенным статусом и так далее и вот каким образом мы можем не потеряв всего этого максимально трансформироваться и выпустить себя из внутренней тюрьмы которая делает тебя несчастным а как мы уже с вами знаем мы не можем делать счастливыми никого и не сделав счастливыми себя то есть если мы страдаем а считая что нам уже чего-то нельзя как-то вот вот все для нас наши окружающие тоже начинают страдать и я в какой-то момент стала перед серьезным очень для себя выбором а в контексте того что я поняла что либо я сейчас начну очень сильно отравляет свою собственную жизнь и жизнь самых дорогих для меня людей либо мне придется сейчас сделать переход в ту реальность которой придется по-другому находиться и всем моим людям потому что мы не можем не меняя свою жизнь до точнее меняя свою жизнь мы не можем никаким образом оградить от этих изменений и своих близких это в любом случае происходит но это может произойти мягко максимально корректно а может произойти так что все разрушит вот если эта тема вам интересно то завтра у меня в 20.00 будет мастер-класс у меня есть ссылка в профиле на покупку этого мастер-класса у меня есть ссылка на покупку этого мастер-класса в сториз и вы можете написать мне в директ если вот никак не можете ничего найти я вам обязательно ее сброшу я вам очень рекомендую на попасть на этот мастер-класс там он есть и в записи и без записи вы можете зайти вся информация есть это крайне интересно все это будем разбирать безусловно через наше мышление через нашу осознанность буду рассказывать очень много классных интересных вещей которые вы можете внедрять свою жизнь для того чтобы эти трансформации происходили вообще ключевое что вы должны понимать что самым интересным жизни является не заработок денег даже не рождение наших детей хотя это интересно и даже не наши личные отношения которые там что-то это все инструментарий самым интересным является наш рост наша поездка знаете когда вот мы сели с вами в начале жизненного пути в один поезда и мы начинаем по каким-то бесконечным железным путям куда-то двигаться вот этот путь является самым интересным в нашей жизни все ситуации наша работа наши любимые люди наши дети это пассажиры которые заходят в наш вагон на протяжении жизни и выходят и бывают очень разные ситуации бывает к нам цепляются какие-то вагоны цепляются но я у себя единственный человек который проживает с собой всю свою жизнь и все мои мысли и мое тело все что есть у меня это единственное что проходит со мной весь путь все остальные дорогие любимые самые самые так или иначе могут моей жизни видоизменяться поэтому самым ключевым для меня является вырастить себя наблюдать за собой трансформировать себя и ощущать вот так понять часто спрашивают вопрос так понять что я двигаюсь правильном направлении ощущениями когда вы чувствуете что вы на подъеме когда вы чувствуете что у вас нету вот этого желания уснуть навсегда когда у вас нету желания уйти в апатию в депрессию вы двигаетесь в верном направлении если этого не происходит если вы чувствуете себя угнетенным соответственно стоит задать себе вопрос почему это со мной происходит пойти открыть какой-нибудь эфир гермиловой и начинает двигаться в другом состоянии наша жизнь слишком быстротечно она не такая длинная наверное она достаточно длинная для того чтобы ее прожить и тем не менее не настолько чтобы мы могли простите ее просрать вот поэтому я бы вам не рекомендовала уходить в депрессию дольше чем на пять минут вот сказали себе депрессия сразу повторите пять минут пять минут прошло скажите все депрессия окончена вот найти у меня был период времени когда я страдала что я очень много работаю я все время думала на когда же мне будут выходные ну как-то про пенсию и не думала но про какой-то период когда я смогу наконец-то не работать у меня такие мысли появлялись потом я однажды себя спросила когда я приехала на отдых и минут через 20 значит взяла телефон и начала работать уже что-то снимать если бы спросила очень качестве не отдыхаешь я поняла что отдых это на самом деле стереотип навязанной другими людьми и мой кошмар и поэтому я себе всегда говорю сейчас только одну фразу отдыха нет и не планируется вообще вот этот человек который никогда не отдыхает потому что ты никогда не устаешь потому что ты драйвер ты энерджайзеры и пока тебя и жизни живи захочешь отдохнуть либо ты можешь нажать на кнопку либо жизнь тебе всегда нажмет на кнопку . game over может закончиться наступить точнее в любой момент поэтому просто живи и поэтому у меня больше нет ни выходных нежелание какого-то значит там отпуска пенсии это не мой вариант вот не установлена такая программа во мне по умолчанию и мне это очень нравится можете это тоже брать себе на вооружение потому что люди которые вечно страдают и ждут то выходных то отдыха я очень понимаю нахера они живут если им так вообще если не так сильно устали жить это помните такой замечательный анекдот его периодически рассказываю когда юнга сейчас у меня пять минут осталось когда юнга первый раз идет в море и более там старший товарищ ему говорит на корабле он горит что мне с тобой взять он говорит слушай говорит ну тут говорит качает говорит и трахаться хочется берет у нас тут только одна женщина поэтому говорит ты пойди главное возьми презерватив но тут пошел взял себе коробку презерватива возвращается он горит ну ты чё блин придурок говорит коробку презерватива мы на девять месяцев уходим горит иди возьми еще он приходит в аптеку здрасте дайте пожалуйста мне еще одну коробку презерватива опять возвращается горе слушай ну ты точно видно что новичок иди возьмем горит пару ящиков презерватива тот возвращается перед этим не пожалуйста пару ящиков презерватива а еще была интересная штука говорит тошнит и таблетки от тошноты вот и тут приходит и говорит значит эти не пару ящиков презерватива пару ящиков таблеток от тошноты ему визирь этот говорит сушите говорит я конечно все понимаю у меня к вам один вопрос если вас от нее так тошнит зачем вы ее ебете вот точно так же да и у нас тут похоженькая история а вот поэтому друзья заканчивая на хорошей ноте что я хочу сказать во первых я вас приглашаю завтра на мастер-класс напоминаю что он будет 20 00 очень рекомендую вам его прийти во первых расскажу много личного того чем не рассказываю а я знаю что вы личненько любите во вторых реально дам очень много полезной пищи для вашего мозга потому что если вы еще не попадали в ситуацию когда вам на хрен хочется все поменять то вы мне непременно попадете если вы человек разумные все разумные люди в это попадают а второй момент это конечно же марафон рерайтер жизни которые стартуют у нас 1 сентября я вам открою небольшой секрет тайную скажу что у нас есть пробная версия в марафоне рерайтер жизни которая обычно начинает продаваться с 26 числа и в сентябре мы сделали решили сделать единственный раз провести и следственный эксперимент и сделать пробную версию бесплатно бесплатные поэтому не продевайте я не знаю будет ли она бесплатной на протяжении всего времени я имею ввиду до начала марафона или будет как-то по-другому не продевайте успейте вписаться когда будет старт у меня в stories появится это замечательное сообщение вы сможете попасть в этот марафон рерайтер жизни посмотреть что это такое почему люди от него шелынеют почему меняются и жизни и что там такого есть вот такой следственный эксперимент мы решили провести завтра жду всех на мастер-классе как перестать страдать потому что вот эти страдания которые мы с вами делаем это наш яд который мы выпускаем свою жизнь и как вы уже помните когда нам плохо начинает все плохо быть вокруг нас и нам это не выгодно я вас попрошу только об одной хорошей вещи если публикую этот эфир пожалуйста люди не будьте скотами будьте хорошими прекрасными людьми напишите несколько слов проект чудесный эфир тем более раз уж мы с вами классно провели вместе время я считаю что мы его классно провели спасибо вам всем большое за то что вы писали хорошая спасибо за то что писали не хорошая вообще за то что писали это уже хорошо друзья я чудесным шарфики с воздушными шарами из каппадокии еще сумка кстати ко мне не вернулась за теми кто следит значит за этими чудесными новостями пока нет у меня сумки нет косметики в общем я вся в натуральном красивом виде вот хожу в лазер спа и делаю красивые себе процедуры кстати очень классный салон я не врала когда о нем рассказывала жду следующего сезона все люблю целую пух напишите пожалуйста несколько слов после публикации